I have ways of blowing things up. Не, сюда опять не пойду, я не знаю, сколько нам раз пришлось ездить по Берлину, чтобы он отвалился. Давайте дальше, смотрите, если вы считаете, что такие покатушки неправильные, я считаю, что я не хочу закончить эту игру поскорее, давайте так, даже когда игра закончится, она будет продолжать выходить еще некоторое время, я не буду гарантировать, сколько времени она будет выходить, но, да, так, в Сеуле, блин, Сеул не надо, мне аж поплохело, когда я его увидел. У нас есть Сантьяго и Вашингтон, в Ташкент нам нужно 500 человек, хорошо, поехали, давайте просто дальше на прохождение. Если там будут, в конце концов, мы все равно пройдем все города, но если они будут сильно повторяться, то я не думаю, что нам стоит заходить сейчас в Делики, давайте мы, наверное, оставим Делики и недельные испытания на после, пока что поедем дальше. Опять же, повторяюсь, я не тороплю прохождение, мне просто кажется, что так будет интересней. Пойдем почилим, почилим в Чили, в Сантьяго. Какой ужас, да ладно, но начало лайтовое, только одна река, она где-то сверху, и нам не надо сразу тратить хрен с нами, а, нам дали всего лишь один туннель сначала, ладно. Запасайтесь, ребятки, кстати, выпивкой, кофеечком, чаечком, квасочком, чем там у вас сейчас, у нас сейчас просто летняя дикая жара, поэтому существовать по ночам гораздо приятней. Вот, а по ночам можно и кофейку попить, оно прям неплохо так заходит, поэтому у меня сегодня кофе... Интересно, какой стиль жизни ведете вы? Ночной, дневной, вы кто? Вы вампиры, вы жаворонки, вы невыспавшиеся голуби, кто вы, люди? Те, кто приходят на наш канал, сидят и смотрят с нами заодно, как бы, я рад вас всегда видеть, поэтому мне интересно, кто вы. Мы-то существа просто сами по себе ночные, ну, я про себя и про кота, мы те два человека, которые держим этот канал. Кстати, то, что вы давно не видели кота, с ним все в порядке, с ним все нормально, вот, просто что он в основном мелькает где-то в Роблоксе и в других проектах, в Баратраме он не участвовал, но кот никуда не делся, он все так же является частью этого канала. Постараемся сделать так, чтобы его было попозже немножечко побольше. Блин, а мне прям, да, мне опять нужно... Иди. Знаете, я сейчас на секундочку подумал, те люди, которые приходят смотреть чисто мини-моторвейс и мини-райлвейс, такие, а кто вообще кот, кто ты? Ты про кого вообще говоришь? Я вас тоже могу понять. Если я вас... Давайте я вас уже тогда до конца запутаю, у нас в команде есть код-код и код-человек, и оба они коты, но зовут их по-разному. Так, что же мы могем сделать? Давай мы вот так, наверное, сделаем. Локомотив. Наверное, тоннельчик. Один! Один! Один несчастный тоннельчик. Ну вот, ну, что вы как нелюди. Давай. Пустим это все дело по кругу, но его нафиг. Вот так вот сделаем. Желтое, красное. Ну, смотрите, учитывая задний фон, ну, как бы там же выбирается дневной или ночной задний фон, учитывая задний фон, при должном воображении можно сказать, что мы сейчас смотрим где-то на флаг Германии. Ну, ладно. Мне, наверное... А, забейте, что нормально. Нет, ты что сделал-то? Давай сюда. Давай сюда. А здесь сделаем, типа, скоростное. Значит, может быть, если наверху появится у нас какая-нибудь такая вот, такая вот, такая вот, какая-то небольшая станция, какая-то вот будет неплохо, да? Так, пятница. Что-то я не знаю. Ну, вроде как оно идет. Ну, вот, знаете, бывает такое предчувствие, что вот прям не нравится. Вот мне пока не нравится, как оно идет. Я почему-то не уверен во всем том, что происходит. Рекотночек нам дают. Да, ну, давай вот так вот сделаем. Вообще, тогда сейчас в воскресенье нам дадут новый локомотивчик. Я думаю, что его по желтой пустить, встречный. У меня такая дурная идея, где-то вот здесь поверху пустить. У нас там третья линия коричневая. А если ее пустить поверху над рекой, но я пока не хочу торопиться с выводами. Да. Давайте пока. Вот так сделаем. Локомотивчик, давайте. Тоннельчик нам, давайте. Вагончик нам тоже, давайте, наверное, в следующий раз. А, ну, было бы прям хорошо. О, ну, так же же прям эстетичнее. Она так прям, слушать, а почему этого раньше не делал? Мне иногда так ветки торчат, и такой, блин, а как бы их провести? А вот, кажется, вот так вот их можно провести. И прям хорошо будет. Красивенько даже. У меня есть лишний локомоко? Есть. Блин, получается, желтый в себе все станции дублируются. А, да. Не, ну так-то оно, конечно, да. Вот так вот сделаем. Тогда на всех станциях будет какой-никакой дубль все-таки. Ну, как на всех, на верхних не будет, конечно, и с верхними у нас пока что проблема. Но за счет того, что остальные развозят, достаточно, чтоб тебя, блин, неплохо начинается. Это будет крайняя точка. Чтобы развоз и извоз происходили правильно. Но таким образом мы можем избегать, смотрите, у нас две огромнейшие линии, коричневая и желтая, но они ходят по одному локомотивчику, и оно вроде как что-то где-то держит. Блин, я накаркал. Забейте, я накаркал. Все, 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 все. Снимаем. Здрасте. Вот так вот сделаем. Нам на красную нужно еще один. Локомотив, да? А, теперь вы решили мне вагоны не давать. Ну, вот вообще замечательно. Хорошо, я вас понял. И, наверное, на желтую локомотив в эту сторону, да. Я не то чтобы жалуюсь, нет, тут туннелей мало, и они даются, блин, они просто даются по одному за выбор. По одному, Карл, даже не по два. Ну, то есть, по-моему, я в первый раз вижу такое жлобство. Ну, ну как так-то, люди, вы че? Так не делают. Опять, смотрите, справа у нас образовался огромнейший такой карман из четырех станций круглых. Да, они пересекаются по всем трем линиям, но, блин, ну, 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 ну. Хорошо. Попробуем со всем этим справиться. У нас на желтом 2, на красном 2, на красном 3. И это правильно, кстати. Красная у нас сейчас самая загруженная, потому что у нее единственное есть две станции. Не надо. Вот смотрите, карман увеличивается. Карман-то увеличивается. Я знаю, что нам надо сделать. Нам надо, если сейчас придется еще одну линию брать из-за этого, это печально. Но нам придется это сделать, наверное, сейчас посмотрим. Мы красную растянули просто уже не по-человечески. А там сейчас, смотрите, будут давать линию или вагоны. Мне нужен вагон. Они такие, ну, ну, а... Блин, если бы с линией давали еще один дополнительный локомотив, ну это же, блин, ну это же было бы правильно. А то тебе дают локомотив бесплатный, и типа дают линию, и все, и делай, что хочешь. Ну, ну так же ж нельзя же. Квадратный. И еще одна. Хорошо. Это приятно, потому что квадратные у нас были до этого только, ну, относительно внизу, а тут... Я, кажется, знаю, что я буду сейчас делать. Здрасте. Так. Не-не-не, линию давай. Берем вот так. Вот так. Желтую сюда. И... Голубая линия у нас будет... Не как голубая устрица, а как голубая линия. Сюда. 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 Вот так. И вот так. А еще и красную сюда подцепить. Спасибо. Вот все. Идеал. Нет, а не то, чтобы это, но вот как-то... И везде у нас, блин, по одному, по два паровозика работает. Это вообще я не без... Вот смотри, что начинает твориться. Я же говорю, надо было сверху какой-то бэкапчик делать. Вот он этот бэкапчик и пригодился. 379 человек. Не то, чтобы катастрофа, но мы где-то там на пороге. Почему ты не заб... А, ладно, ты сейчас назад поедешь заберешь их, фиг с тобой. Золотая рыбка, живи. Коричневый просто такой мимо там вот слева проехал и... О, уникальная станция, супер. Я этому так рад. У нас там две линии курсируют, в принципе. С коричневой и желтой их будут свозить на красную. С красных может уже кто-то забрать. Но не надо. Почему не где-то по пути... Ну, хотя, ладно, вон по пути звездочка появилась. Ладно. Давай сюда. Давай сюда. Будем их как-то оптимизировать. Мне снизу здесь получается еще одна линия нужна, если получится. Ну, то есть я обычно предпочитаю брать не линии, а что-то другое. Однако сейчас... Треугольников на обратном заберешь. Хорошо. Нам надо желтую замыкать, наверное. Что вы думаете? По желтой едут два. Локомотив и... А, сейчас даже линию предлагает. Вагон. Я на самом деле не против вагона. Я бы, наверное... Что там сейчас в той станции будет? Подожди. Желтые в одном направлении... Нет, желтые в разных направлениях ездят. Хорошо. О, бип! 500 человек. Развести просто. В никуда. В никуда. Нет, стоя не буду пока никакого локомотива. Может быть, разве что на голубую ветку. Нет, подожди. Тогда голубую ветку тоже замыкаем. А почему я не могу ее дальше поставить? А, не может быть проложено 4... Не может быть проложено 4 ветки? Серьезно? Ммм... То есть, мне, получается, надо отвязывать. А я теперь привязать не могу! Ух ты ж, ё! Так. На голубую ветку, наверное, еще один ставим. Не, теперь здесь тоже не дадут-то, кстати, здесь. А, я, пожалуй, в первый раз с этим сталкиваюсь, потому что я не особо пользуюсь огромным количеством линий. И вот оно как, оказывается. Так, пора вешать вагоны на людей. Да, ну, сейчас бы подвинуться бы. И было бы тебе счастье. Давайте улучшим capacity красный, потому что с красной начинает твориться уже форменная фигня. Поставим сюда четвертый, этот. И посмотрим, может быть, по-коричневому у меня до сих пор только один катается. Это весело. Я понимаю, да, ну ты ж... Не, он там что-то забрал все-таки. Спасибо ему огромное за это. Не, нормально. На самом деле мы уже победили. И смотрите, он их треугольнику повез аж прям... Ох ты ж, ё! То есть это все транзитом идет через круглые станции. Собственно, эти круглые станции меня сейчас и начинают беспокоить. О, здрасте. О, у меня тут четыре станции сейчас. Ой, четыре линии, в смысле на одной станции. Так нельзя, да? Откуда ты это взял? За счет этого красные и голубые просто безбожно растянуты. Мне вагоны не нужны. Треугольник. Это сейчас будет загружать треугольник. Ну вот, двойной полностью ушел, разгрузил все это. Получится тысячу или не получится? Локомотивчик, вагончик, да, пожалуйста. Мне, может быть, на красный стоило бы, кстати, поставить лучше вагон, чем на желтый. Как бы я сейчас обо всем этом не пожалел. Ну ладно, поживем, увидим. О, ромбовидное. Ну вон, туда двойной едет. Все, ну блин, а двойной сразу от двоих не спасет. Типа он с одной станции заберет. Да, а с другой? Он даже не собрал пол... А как? А почему? Блин, дружище, ехай скорее, там сейчас станция лопнет. Фу, хоть что-то подобрал оттуда на самом деле. Сейчас вот как раз желтый заберет оттуда квадратных, этот позабирает. А он квадратных не заберет, блин. Я мог бы забрать вот этот локомотив, но он мне не поможет. Давайте вот этот попробуем забрать. В эту сторону, который в квадраты завозит. Может он сейчас позабирает их. Блин, не хватило. Ну, хватило, конечно, но не хватило. Локомотив, да, вагон, да. Быстро все вкидываем на желтый маршрут, блин, чтобы оно там разгребалось. Но у меня тут уже вот этот вот красный и голубой маршрут уже начинает отгребать, потому что там никто не помещается нафиг. Заберу пока один вагончик, надеюсь, что хоть как-то это все спасет меня. Ну, в принципе, катка выиграна. Получилось достаточно неплохо. Остается теперь просто из вредности не проигрывать, знаете. Просто из вредности. Они туда чисто плюсиков сгружают, а плюсиков я сюда вывезти не могу, блин. Но их вывезет вот только-только уже чувак, который голубой с вагончиком в конце, когда поедет. А, по-моему, до этого времени я не дотяну, потому что... Красный, красный все без вагонов, и они не вывозят. Ну, как-то так. Там сверху маршруты растянуты уже просто до некуда, так нельзя. И все равно вот эти вот желтые станции внизу начинают ныть. Сколько я их не закидываю. Он сейчас едет еще один желтый двойной. Я от одного желтого забрал вагончик, и все, и моментально катастрофа. Сейчас их придется забирать. Две желтые станции внизу, так, локомотив, да. Вагон, да. Он их даже не заб... Ох ты ж, ну да, все, эта станция лопнет. У него просто не было места столько квадратов забрать. Ну, хорошо. 1500! 1500, кстати, отличный результат. Игра закончена, и хорошо. Давай пока что пойдем в менюшку. Пойдем, наверное, тогда в Америку сейчас заглянем. В Вашингт. Так-таки он его. Сантьяго у нас пройден. Хорошо. Супер. Играть. Тут уже более угрожающе, кстати, выглядит, но все равно мне вот эта вот полосочка земли по центру не нравится. На ней будут появляться станции, мне придется затратить, блин, по 100-500 всего чего-то тут. Тоннелей, мостов чего-то у нас есть. У нас три тоннеля есть. Вообще ни разу не в восторге. Видите, пока она пересекает вот эту штучку, она тут общий один тоннель. Но если посередине появится станция, мне придется его разрезать на два, и это печально. Ну, в принципе, посмотрим, как дела обстоят в Америке. В принципе, Америка и метро, это вещи не особо совместимые. Вот, там люди любят ездить на больших и шикарных машинах. Знаете, вот пока это, ну, пока американский автомобиль находится в Америке, он выглядит достаточно адекватно, красиво и величественно. Но как только ты на нем попадаешь на тесные европейские улочки, у меня просто был опыт, когда-то у меня во владении находился Oldsmobile Cutlass Supreme, если вы знаете, что это за зверь. Вот, и с одной стороны, когда ты перестраиваешься, и люди тебя боятся, потому что понимают, что твой бампер, наверное, крепче, чем у грузовика, с другой стороны, припарковать эту штуку становится достаточно проблематично. Вот. Ну, как бы ты меняешь, там автоматическая коробка, естественно, комфорт, оно тяжелое, здоровое, вот, и ты меняешь, как бы, одно на другое. Ты, по сути, едешь на корабле, и у тебя с этим все в порядке. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Вот так вот я сделаю. Мне кажется, так будет немножечко поадекватнее. Почему я хочу это сделать? Потому что я хочу, наверное, замкнуть... Здрасте. Голубую линию тоже. Посмотрим, как она будет. И тут у нас максимально линии не дублируются. У нас как большая и малая медведица, да, мы будем поэтичными. Локомотив нам дают. И вагончик, конечно же, возьмем. А третью линию мы поставим... Вот так. Я ошибся. Про третью линию я ошибся. Потому что нам этот тоннель нужно сейчас в другую сторону резко. А с чем я остался? Я ни с чем остался. А, не-не-не, у меня еще есть целый локомотив. Стоп, все пучком. Без паники, без паники. Это тоннели у меня закончились, а локомотив у меня еще есть. У меня даже еще целый вагон к нему есть. Так что все хорошо. Тут нам пять сотен человек надо перекинуть, да? Да-да-да, хорошо, хорошо, хорошо. Ну и что ты вылупился? Тут у нас будет оранжево-желтая зона, тут у нас будет синяя зона. И четверг, ночь. Надо сейчас попробовать аккуратненько продумать, что мы будем делать. Потому что оно пока... Вот в прошлой катке выглядело не очень, но мы выиграли. А в этой катке мне нравится, как оно выглядит. Ну вот в этом и проблема. Оно может быть гораздо хуже, чем на самом деле. Я не хочу накаркать. Я вот замотал себе клюв скотчем. Все, я не каркаю. Живем как есть. Ага, треугольничек нам подкинули. В хрен знает где. Кто там строит, блин, жилые дома? Давайте к центру поближе. Не, я понимаю, что... С другой стороны, смотрите, оно же... Ну, ветка метро, оно же расширяется как раз к дальним областям от центра города. И то, как я это делаю, получается, что это нелогично. Потому что кольцевые должны быть где-то в внутрях и всякое такое. А я беру и вот так вот, наоборот, кольца раскидываю. Я властелин колец? Погоди. Так, вагончик давайте, пока нас не поставили в неудобное положение. А ведь нас могут сейчас поставить в неудобное положение. Буквально один станции на острове, и все, мы в очень неудобном положении. Потому что нам придется отменять кучу всего. Мы даже не можем отменить кучу всего. У нас всего лишь три тоннелета. Ай, хорошо, хорошо. Бам. Что-то я много в запасе держу. Потому что пока что справляюсь. Ну, с другой стороны, может, я жадничаю. Кто знает. Может, я жадный человек. Да, да. У нас пока что за все отхлебывается три локомотивчика. Слушайте, так а пассажиропоток-то на самом деле не ахти какой большой. Это же все-таки я был прав. Это Америка, им нафиг не надо это метро. Здрасте. Давай, наверное... Один в противоположечку пустим. И еще один на оранжевую запустим, противоположную. А красная пока справляется, потому что ее дублируют, и она маленькая, и вообще все хорошо. Красная живется вообще... Ох ты ж, еб... Вот все. Вот как бы и все. Здравствуйте. Нам нужно вагоны на голубую, потому что она сейчас будет кучу всего дублировать. Это нужно будет все вывозить. То есть красные и оранжевые нам будут скидывать это все. Может, я погорячил? Ну ладно, в любом случае, отпилить вагон мы всегда успеем. А вот прихреначить его обратно. Все остальные пока вроде справляются. Воскресенье. У меня тут такая дурная идея появилась. Знаете, что ли? Убрать красную линию, поскольку она нам пока что не релевантна. Раз мы такую чудовищную нагрузку кинули на синюю, и она с ней справляется, то почему бы нам не сделать красную кольцевую здесь, с этой стороны? Тогда она будет гораздо полезней. Козец. На, держи, дружище. Ну, то есть... Как там говорится, hear me out, да? Вот так вот сделать. Там оранжевая дублирует, а тут красная дублирует. И оранжевая у нас на самом деле с достаточно высокой нагрузкой, потому что она еще на тот берег идет. С этим надо будет что-то сделать. Если бы нам сейчас дали бы еще один тоннельчик, там, допустим, я бы оранжевую зациклил еще и справа. Ну, это такое. Мечты-мечты. Ага, спасибо. Вы мне опять создаете этот убийственный карман буквально из круглых станций, которые некуда вывозить, и оно там, блин, сейчас будет мариноваться в углу. Суббота. Тут-то мы, тут-то мы относительно подстрахованы и перестрахованы. Воскресенье. Посмотрите, куча треугольников, которые хотят попасть справа-снизу. А чисто все треугольники. Всем надо ехать просто за 3-9 земель отсюда. Локомотив. А, а, тоннеля не будет. Нет, тоннеля, не-не-не-не-не-не. Вы не подумайте, зачем? Он заберет всех треугольников этих, или? А тот заберет квадратов. И от треугольников появляется просто трынец сколько много. На, держи. А по синий, наверное... Давай эту сторону запустим. Локомотык. Среда. Ну, четыре сотни. Пока что живем. Четыре сотни и пока что живем. Ну, давайте смотреть. Нам нужно пять, чтобы продвинуться дальше. Сегодня достаточно длинные катки. Они, вроде как, относительно даже выигрышные. Поэтому я не думаю, что мы сегодня пойдем куда-то там в третью локацию, допустим. Но, по крайней мере, нам нужно ее открыть. Чего вы думаете? А чего, кстати, зависит то, что у нас по две локации подряд открывается. Наверное, опять же, потому что мы делали задание, и где-то что-то как-то случайно очень удачно сыграли. Или нет, случайно. А, у красных тут абсолютно нету квадратов. Вот эта красная кольцевая, она нам абсолютно не вывозит квадраты. Квадраты остаются исключительно для синей ветки, которой придется потом все это перекидывать. Ну, класс, ничего не скажешь. Я раньше тоже взял, выкинул все это такое. Гребется оно все. Блин, а там опасная ситуация. Да какой ром? Вы че вообще? Я чуть не подавился, блин. 500 человек доставлено. Я очень рад, блин. Да, классно, я счастлив. Ну, елки-палки. А, вот смотрите, вот нету. Ну, вот просто же нету. А-а-а, пупена. Раз, два, три. У нас чисто голубая линия сейчас вывозит, если что. Да, дайте я поезд-то возьму. А-а-а-а, сюда, дружище. Нам нужно срочно выгребать свои оранжевые ветки внизу у нас на вот этот карман смерти. Он уже начал настолько забиваться. А зачем ты тогда останавливаешься на этой станции, если тебе некого там... Ладно, забей, я не буду спрашивать этих вопросов. Эти вопросы явно лишние. 6-6-8. А, блин, какая она... Интересно, дотянем до штуки или нет. Потому что... Ну, сейчас я не могу сделать многие вещи просто потому, что игра на рандоме не хочет мне выдавать то, что мне надо. А, спасибо. О, ты будешь треугольных придурков сюда возить? Давай. Давай, туда, на крайнюю, вообще. Локомотив, сейчас, смотри. И сейчас не дадут. Вот красота же. Ну, идеально же. Я могу еще одного по-голубому запустить. Так, давай, пошел сюда. Этот треугольников сейчас будет фильтровать. Да-да-да, неплохо, кстати. Туда наверх будут идти целые составы треугольников. Красота. Вот так будем делать. Давайте только выгружайтесь поскорей. Так, 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 выгрузили, загрузили, все нормально. Блин, ты там четверых этих заберешь, несчастных? Так красный, давай. Не подкачай. На тебя все смотрят. Ну, хорошо. Ну, вроде как, тысячу мы тоже выводим. Ну, прям на линии станции появилось. Это удачно. Составчик практически целиком с плюсиками. Фух. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда получается... Называю эту катку удачной. Почему дости... Я не знаю, кстати. Я не видел достиженьки за большое количество. То есть, у тебя там, например, дальше для прохождения нужно 500. Вот за 500 тебе дают достиженьку. За 1000, за 1000 дают достиженьку. А если ты там, ну, 3000 прошел... Ох, ты ж, блин. Ну, это, правда, у нас только один раз случалось. Но все равно это было. Почему за это достиженьку не дают? Я хочу. Ну, локомотив... А, да, теперь решили два туннеля дать. Прикинь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, сгребайте. Ну, тебе нужно по обратной стороне пустить. Тебя нужно по обратной стороне пустить. И ехай за Беритом, пожалуйста. Блин, а он там один-то, кстати, не справится, да? Я сейчас, по-моему, глупость сделал. Да, он красавчик, он один не справится. Так, сюда нужно. Все, втягиваем все это в себя, впитываем, всасываем, нормально. На голубое же... Я могу поставить еще один, давай. Давай. О. Хорошо. Все страдает, все скрипит, все пищит. Ну, хорошо же. А, ты сгрузил квадратных, чтобы его сейчас оранжевые забрал там в центре. Ну, в принципе, ладно, тоже можно. Он же на следующей станции их всех и выкинет, нафиг. Лишнего у нас ничего нету, красота. Ну, там сейчас этот маленький поразгребает, а потом большие подъедут и добьют, и нормально будет. Может быть, так. Бакон давайте. Может, оранжевая поможет? Вот так вот. И тут же на оранжевую докидываем еще две станции, ломаем им просто хребет и такие, а, забей. Посмотрим, как сейчас эти будут разбираться, ребята. Они просто взяли, пообменивались пассажирами. Блин. Забирай отсюда людей быстро, с центральной. Еще парочку забери, ну, что ты делаешь-то? Потому что сейчас лопнет, нафиг. Фух, хоть немного. Проблема в том, что он еще потом так медленно остывает после этого. Прям трындец. Как? Зачем? Сразу три станции начали гореть. Эти две-то я отхлебаю, а вот дальше что будет? Так, вот этот идет, но он все не разгрузит. Попробуем сейчас в две стороны их будут раскидывать. Посмотрим, как это все вообще будет происходить. Никак не будет, не хватит мне этого. Одна станция все равно останется ни разу. Ну, хотя вот этот может что-то... Давай, 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 распихивай. Все, красавчик. А этот квадрат их понасобирал и оставил оранжевым, чтобы он развозил. Смотри, хитрый, блин. Ну, оранжевым далеко это все развозить. Ну, короче, да, вот эта станция сверху, она, скорее всего, сейчас лопнет, потому что... мы не успеем до нее доехать. Как я сейчас просто спасся. Последнюю секунду, тварь. Это, естественно, станция вообще ни разу не переход, но чтобы она просто прям вот сейчас не лопнула, мне нужно было ее заткнуть хотя бы таким образом. Так, у нас там хоть куда-то я могу еще локомотив поставить? Нет, только на красную могу. На, катайся. На красной линии наконец-то получила второй локомотив. Все. Счастье-счастье. А, это все-таки лопнуло. Блин, я не обратил внимания. Я вообще наверх смотрел, потому что там много станций были под угрозой. И это все-таки лопнуло. Тут слишком много крестиков выкинули, и она дотекла. Ну, хорошо, в принципе, 1779 человек за 65 дней. Мы два месяца проработали. Хорошо, нам открылось что? А, нам открыли сразу и Ташкент, и Сингапур, и Каир. В Каире... Почему Каир не отображается как новый? Он у нас уже был открыт, да? Но мы в нем ни разу не ездили, у нас в нем нет рекорда. А в Сингапуре у нас уже есть рекорд, точно. Ага, вот почему Каир-то, кстати, открыт. Значит, у нас получается метро Ташкента. В Сингапуре мы... Переключись ты, пожалуйста. Уникальные яркие станции, которые усеивают ландшафты Ташкента. В Сингапуре, я думаю, мы не будем ездить. В следующий раз пойдем в Ташкент и в Каир, потом у нас будет вон и Турция, и что хочешь. Погоди, а в Адис-Абэбеш мы тоже катались. То есть, по идее, после него... Мумбай... А, смотри, Оукленд, да перевернись-тиш. Наберите в Каире. То есть, Оукленд у нас вообще зависит от Каира. Офигеть. И это зависит от Каира. То есть... Оно нам откроет сразу два следующих города. Хорошо. Все, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Серия получилась достаточно длинная, хотя это были всего лишь две каточки. Но мои хобби затащили, поэтому я думаю, что на этом можно гордо сказать, что мы сегодня хорошенько покатали. Думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра-бабра. Всем молодушек. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok